Добрый вечер, 2105 в Москве. Мы надеемся, что вам всем старше 16 лет. Если кто-то младше 16 лет, пожалуйста, выключите звуки своих радиоприемников, слушайте Disney Channel или что там положено. А мы приступаем к нашей передаче. 1 октября. Октябрь уж наступил, уж роща отрехает последние листы с ноги своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Да, пора доставать зимнюю резину. Из гаражей, подвалов, балконов, остекленных лоджий и так далее. Ну и вы знаете, у нас тема такая сегодня более или менее связанная, в общем-то, с холодами, с тем историческим холодом, которым пахнуло на Россию в последние месяцы. Тут недавно кто-то из знакомых вспоминал свои разговоры с покойным Натаном Яковлевичем Эдельманом. И он сказал, Эдельман, что, собственно, я человек старый, я не смотрю вперед уже. Я давно не смотрю вперед, я ничего хорошего впереди не вижу. Я смотрю только назад. И глядя назад, я вижу, что все периоды реформ в России продолжались 10, максимум 15 лет. И вот мне кажется, что, так сказать, историческая мудрость Эдельмана, она в данном случае очень применима, потому что вот этот 15-летний срок, грубо говоря, где-нибудь года с 88 по 93, по 2003, он так примерно и прошел. Ну и вот сейчас Россия вернулась в свое привычное зимнее время. Так что говорим мы о подмораживании, о заморозках политической ситуации, о новых законах и, собственно, о том, кто будет заниматься правоприменением вот в этой вот новой ситуации. И мы вас приветствуем, даже мое затянувшееся приветствие, это Сергей Медведев и... Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». Я тогда скажу про наших гостей, чтобы... Это наши постоянные авторы. Вадим Волков, проректор по международным делам Европейского университета в Питере. Элла Паньях, ведущая научный сотрудник Института правоприменения, тоже при Европейском университете. У нас сегодня Европейский университет в Петербурге представлен. Двумя постоянными нашими авторами «Ведомостях» Вадим и Элла ведут уже два, три. Три, да. Три года. А постоянную такую серию, рубрику, посвященную правоприменению в России, называется «Экстра-Юз» за пределами права. Это, я думаю, очень существенный вклад в понимание нашей правовой ситуации. Я думаю, когда будем говорить, это будет яснее, поскольку наша правовая ситуация, она особенная. Она отличается от того, с чем сталкиваются там люди к западу от наших границ и к востоку тоже. Ну и третий гость наш сегодняшний, это Павел Аптекарь, опозреватель, штатный уже опозреватель газеты и газеты «Ведомости». Так что у нас сегодня такой большой праздник «Ведомостей», сразу четыре человека в гостях представлены. И вы знаете, прежде чем мы перейдем к нашей теме, и с вами, дорогие слушатели, будем об этом говорить, а тема это «О суде кто? Человек перед лицом российской Фемиды». Будем говорить о проблеме российских судов, правосудии, о том, кто у нас является судьями. Хотелось бы еще какое-то время посвятить вот этому подмораживанию политической ситуации, его смыслу внутреннему. Какие, собственно, законы будут применять российские суды, и насколько конституционно легальны эти законы. Вот несколько вопросов по этому поводу. Вот если посмотреть действительно всю эту цепь, буквально за несколько недель на нас все это обрушилось. Ну, начиная, правда, еще с весны, законы о митингах, а затем уже вот это закон об иностранных агентах, закон о клевете, закон о госизмене, закон о кощунстве, закон о пропаганде гомосексуализма, закон о защите от педофилии. Как мы можем это все вместе охарактеризовать? Что это такое? В чем цель вот этого вот невиданного в российской практике пакета? Максим. А, ко мне? Но, не знаю, вот я коротко скажу, и хотелось бы отослать наших слушателей к сегодняшней, вот она еще сегодня утром была, сегодняшней статьей редакционной в газете «Ведомости», где мы пытались сформулировать то, что происходит, как нам кажется. Мы, ну, как бы, российская правоохранительная система, судебная система не реформировались по существу в постсоветское время. То, что происходит, это создание новых, как бы, новых законов, да, которые, как бы, даются как инструменты в руки системы, которая, по сути, не защищает право, по большому счету, права граждан, да. То есть, эта система, она находится во многом вне права, она, как бы, решает какие-то вопросы, которые нужны власти, иногда она решает вопросы, которые нужны бизнесу, ее можно купить частично, да. И, давая в руки этой системы, вот эти вот, как бы, инструменты, новые законы, мы, по сути, как бы, плодим ее, умножаем ее, вот эту вот, ну, в неправовую такую сущность. Она, как бы, может кого-то наказать случайно, может кого-то, как бы, позволить кому-то и откупиться, как мы, вот, мы видим только что, вот, сейчас у нас на глазах это все происходит. У нас одни люди за бизнес сидят на 10 лет, другие стреляют на улицы и ездят свободно. Или как это я, Максим, вот тут расскажу, мне очень нравится сегодняшний анекдот из интернета, типа, мама, можно я пойду на улице в людей постреляю? Можно, сынок, главное, церкви не танцуй. Да, да, в общем, это внеправовое, внеправовое закончество, законничество, да, или какая-то такая внеправовая, какой-то легализм, да, который просто вот получает новые-новые орудия в себе. Ну вот эти орудия, я к нашим гостям сейчас обращаюсь, можно усмотреть какой-то смысл? Или это просто тупая машина, которая вот сейчас работает и штампует эти законы? Я бы зашел вообще с другой стороны, на самом деле. Мне кажется, вот про смысл, так сказать, подмораживания, это не то, что... Очень просто сказать, что у нас есть там слабо легитимная дума, состоящая из людей с определенным подходом к мышлению, у них в руках есть инструмент, а именно парламентское большинство. Соответственно, рефлекс запретительный, который они могут выразить законодательно, что и делают в качестве защитной реакции, которая наступила после событий на Болотной, в мае, в июне и так далее. Но ведь это только как бы верхний слой. В России всегда есть очень большой пул консервативных людей, то есть консервативный слой. Это сельский юг, это малые города, это индустриальные города. Пул или большинство, Вадим? Вообще-то большинство. До сих пор большинство. И поэтому власти очень легко в какой-то момент, особенно если она контролирует средства массовой информации, послать множественные сигналы для того, чтобы в поддержку этого консервативного большинства и лозунги и ценности этого большинства вывесить на флаге и получить, так сказать, какой-то отклик, который далеко не полностью, так сказать, куплен или срежиссирован сверху. Он часто может быть, в общем, вполне стихийный. Грубо говоря, мобилизовать какую-то консервативную поддержку так часто бывало, на самом деле, и в 30-е годы, после 20-х годов в том числе, например. И потом выйти и показать, что да, а вот мы, Кремль, единственная вообще-то либеральная сила, и вот мы только это можем остановить. То есть сначала пойдет такой вот консервативный накат, что все ужаснутся от Думы, которая, значит... Сыграть в доброго следователя и злого следователя. Такие, да, различные консервативные, там, православные и другие, значит, активисты и вообще защитники государственности мобилизуются. Ну, мобилизуются так, как они мобилизуются, вот, и показывают стране, значит, вообще, какая может прийти волна. А потом, в конце концов, могут быть противоположные сигналы и политикой. И потом, ну, вот видите, вот только мы можем действительные последовательные либеральные реформы... Знаете, есть такой устаревший, не устаревший, вернее, а давний тезис о том, что Путин единственный либерал. Вот мне кажется, эта карта разыгрывается сейчас снова. О, как. Павел, вы согласны с такой оптимистичной оценкой? Нет, не оптимистичная. Ну, как, ну, как, ну, как, ну, готовится пул некий сигнал консерватизма, а потом выходит Путин в белой одежде. Но ему не надо проводить либеральные реформы, ему достаточно хотя бы остановить вот... Поток неправовых законов. Да, то, что было мобилизовано. Павел. Ну, я думаю, они уже зашли слишком далеко, чтобы говорить о том, что правительство у нас осталось единственным европейцем. Там, правительство, там, Кремль. Вот. Они уже... Уже все танцуют лезгинку. Подморозили дальше, чем не только хотел Миша Леонтьев, но и дальше, чем хотел, наверное, Константин. Леонтьев. Леонтьев же, да. Его однофамильец. Да, за сто... сколько уж почти? Ну, сто тридцать. Ну, сто тридцать где-то, да, надо работать. Россию подморозить, иначе она сгниет. Вот. Ну, если постоянно подмораживать, то, в конце концов, она и не растает. Ну, да, да. Картошка так просто вообще. Это можно выкидывать. Нет, ну, тут была прекрасная книга, опять же, в Фейсбуке, что картофель как средство масонского порабощения русского народа. Причем на полном серьезе. Угу. Ну, да. Тут сейчас, конечно, теория заговора произрастает на наших благодатных этих подзолистых почвах. Элла, ну и ваша точка зрения. Вообще, вот то, что вот Максим тоже в своей преамбле сказал. Вы согласны с тезисом о, ну, так скажем, неправовом характере вот этих вот всех законов? Или вот наоборот, то, что Вадим говорит, может быть, действительно это некий такой мостик к консервативному большинству, которое жаждало этих законов? Нет, ну, понятно, что эти законы неправовые просто потому, что они элементарно противоречат Конституции. Но мне кажется, что это как раз тот случай, когда миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Мы этими словами закончили наш прошлый эфир, как раз про теорию заговора, да-да-да. Чтобы мог подумать. Бессмертный пелевин, да. И структура этой лажи, мне кажется, вот какая. Значит, правоприменительных обычаев и двусмысленных и жестоких законов на то, чтобы устроить репрессии любой степени тяжести, было достаточно еще до декабря 2011 года. Их было вполне достаточно на предыдущем этапе, по ним можно было посадить кого угодно. Если не по закону, то, по крайней мере, потому что наши правоохранительные органы полагают процедурой. И вот, ну, честное слово, нужно быть круглым идиотом, чтобы принимать какие-то еще новые законы специально ради того, чтобы расширить круг тех, кого можно по ним посадить. Мне кажется, что происходят вот две вещи. С одной стороны, да, в ситуации полной утраты легитимности ничего, кроме насилия, для того, чтобы решать любые проблемы в руках власти, избранной так, как она была избрана в декабре и в марте, не остается. Когда мы принимаем закон о том, чтобы что-то запретить и за это наказать, мы прибегаем к насилию, потому что мы не видим другого способа решить эти проблемы. Любой вменяемый правитель понимает, что уж проблемы такого совсем морально-нравственного склада уж лучше решать как-нибудь ненасильство. Это о том, какие меры выбираются. Почему вообще какие-то меры законодателям показалось, что нужно принять? Потому что мобилизация в стране, вот мобилизация, прорастание социальной ткани продолжается. И она докатилась до более консервативных, более традиционалистских слоев. Вот точно так же, как больше года назад Фейсбук собрал манежную националистов. Уже два почти, декабрь 10-го. Потом Фейсбук собрал болотную либералов и демократов. А разве Фейсбук собрал манежную? Я не знал. Вконтакте собрал манежную, честно скажем. Ну да, интернет собрал. Эти слои тусуются вконтакте, но это одно и то же. Вот теперь странички в Фейсбуке научились заводить традиционалисты. И власть, которая потеряла поддержку среди более прогрессивных слоев, услышала запрос, на который она в состоянии ответить. Который она в состоянии ответить идеологически. В том смысле, что не воспринимает его как угрозу себе. И вот она бросилась отвечать. А инструментов-то других нет. То есть такое виртуальное закручивание гавик в том смысле, что действительно новые законы не нужны. Я думаю, что они не нужны для закручивания гаек. Они являются честной попыткой. Насколько попытка сделать что-то настолько негодными средствами, может быть честная. Ответить вот на этот запрос действительно реально существующей части населения. Защитите нам традицию. Интересно, да, Элла, вот и Вадим, и Элла, наши гости из Петербурга, казалось бы, такого либерального всего продутого ветра в европейской истории, говорят как раз, что, ну, что мне вас понимать, что фактически они легитимны тогда в этом смысле эти законы. Пусть они не конституционные, но они отвечают чаянием даже и большинства населения, консервативной группы населения, которая добралась до Фейсбука, которая сформулировала свою консервативную повестку дня. И вот сейчас, собственно, новые законы ее институализируют, эту консервативную повестку дня. Так что ли получается? Немножко не так. Можно даже сказать, что Дума пытается добрать недостающую поддержку, которую она явно как бы и публично на глазах всей страны недополучила во время выборов, теперь апеллируя своими законами к более широкому консервативному электорату. Это похоже, насколько я прав, если я думаю, что это похоже на советскую так называемую социалистическую законность, в том смысле, что есть идеология, система ее защищает. Сейчас нет идеологии, но есть что-то вместо нее. Я думаю, что люди решают, будет это православие или какая-то... Сейчас есть идеология, кстати, Максим. Эта идеология, центральная идеологема называется стабильность. Это довольно мощная идеология, просто она не окрашена в цвета традиционных идеологий. Это идеология или это охранительный инстинкт? Стабильность — это идеологема. Суть механизма идеологии состоит в представлении частного интереса, как всеобщего. Вот. И идеология стабильности, она родилась примерно на рубеже 2003-2004 года, когда укрепилась, в общем, новая элита после, так сказать, вот после прихода Путина. Там Матвиенко у нас. И вот лозунг «стабильность» — это, так сказать, консервация у власти вот этой правящей группы. Это у них называется стабильность в действительности. Но они свой частный интерес как бы преподносят как стабильность роста, стабильность политической системы без потрясений. Стабильность, на самом деле, мощной идеологии. И то, что вы не воспринимаете ее как идеологию, свидетельствует об ее успешности. А вот я Павла хочу спросить. Вот смотрите, да, вот этот запрос на стабильность. Но как бы Путин, режим, воссоединяется вот с этим вот консервативным электоратом. Но, с другой стороны, не являлось цели это ответом на как раз вот этого вот нового независимого человека появления, который, я не знаю, там решил мониторить выборы, который решил запретить прокладку трассы через Химкинский лес и так далее. То есть, это не то, что некий ответ на демократический запрос, а это просто традиционные полицейские репрессивные меры оградить государство от человека опасного вдруг подявившегося. Знаете, я начну тоже с цитаты, но цитата из Игоря Губермана. «Россия странный садовод, и тем Европа поражает, вершит свой цикл наоборот, сперва растит, потом сажает». Что касается вот этого запроса консервативного или, как угодно, реакционного, охранительного, то, мне кажется, история сейчас такая, что в ответ на такой самодеятельный, самозанятый и самодостаточный средний класс государство пытается создать ему альтернативу, то есть свой такой квази-средний класс и числа верхней, ну, верхний слой бюджетников. Вот, сейчас московские учителя вполне себе, очень многие неплохо зарабатывают и получают. Вот, это наши права, с позволения сказать, охранительные органы. Вот, это те же судьи, у которых, в общем-то, с материальной частью стало все последние годы не очень плохо. Там, вот, мы писали как раз про последнее исследование Европейского центра по изучению эффективности правосудия. Да. Вот, и там получилось, что по размеру-то зарплаты наши судьи вроде, там, в последнем, в десятке, там, Европы. Но если сравнить именно соотношение со средней зарплатой в стране, то очень даже неплохо получается. Особенно у судей высшего ранга. Ну, еще госкомпании. Плюс госкомпании, плюс госчиновники тоже там. Вот, это такая вот альтернатива. А вы, у нас, вот, вы средний класс, а у нас свой средний класс. И как, и неизвестно, чей средний класс круче. Чей средний класс среднее, чей средний класс многочисленнее. Ну, то есть, да, то есть, получается, что эти законы конституируют новую, так скажем, идеологию, конституируют новый запрос на стабильность и консерватизм, и новый средний класс. Не, ну, это еще, скажем так, расширяет отчасти то, что называется... Социальную базу режима. Нет, это скорее расширяет кормовую базу этого среднего класса. Ну, да, кормовую базу, это верно, да. Вот, если так цинично говорить, потому что, вот, если разобраться, вот, ну, понятно, что вот это вот, если касаться закона именно о госизмене, вот, понятно, что там расстреливать никого не будут уже. Но взятки вырастут. Вот, нет, а просто очень, тут даже не взятки вырастут, тут расширение, значительное расширение поля деятельности. За кем можно, там, подслушивать, подглядывать, читать почту, а потом использовать материалы, которые совсем не обязательно касаются, там, измены или, там, консультирования иностранцев, но вполне имеют какую-то коммерческую цену на неформально в рынке госуслуг. Ну, да. Элла, вы согласны, да, вот с этой оценкой, что просто действительно расширяется некая кормовая база силового класса вот этими законами? Ну, если не проводить знак равенства между средним классом, той группой, которая осуществляет консервативный запрос, и действительно силового класса, то да, конечно, эти законы расширяют кормовую базу силового класса ровно на то консервативное большинство, которому якобы в угоду они принимаются. Вот на тех людей, которые не ходят на митинги, может быть, не имеют своей фирмы, чтобы к ней применить закон о государственной измене, понятно, что это будут дела штучные, единичные, они оказываются под прессом вот этих новых наказательных законов, по которым можно наказать очень широкие слои населения за такие вещи, которые, ну, они сами не воспринимают как что-то, чего вот, ну, никогда сделать нельзя. А вы видите возможность и перспективы широкого применения вот этих вот законов? Может быть, мы еще одну цитату скажем, что в России строгость закона смягчается дурным исполнением? Может быть, это некие страшилки, которые не будут широко применяться, все эти кощунства и так далее? Как вы считаете? Ну, надо понимать, что сейчас, в общем, правящая элита владеет, как бы, всей цепочкой права и правоприменения, от закона, который со свистом проходит в Думе, до полиции, которая начинает выявлять нарушение этого закона, следствие или следственного комитета, который расследует и закрепляет доказательства этого нарушения, прокуратура, которая надзирает за законностью и признает законность таких преследований, суда, который автоматически осуждает тех, кого в суд привели, и наказывает, скорее всего, уголовными санкциями. Вот. И имея отработанную сейчас как никогда вот эту плавную машину, устраниться от соблазна ее применять очень трудно. И главное, что сейчас нету... Вот, не знаю, коллеги, что вы скажете, сейчас очень трудно найти такую позицию, да, вне прямого действия политического, с которой можно было бы критиковать, эффективно критиковать и вступать в диалог вот с этой работающей машиной, потому что она работает так, что, в принципе, ну, грубо говоря, не то, что даже не придерешься, можно придираться, но даже власть уже не реагирует ни на какие придирки. Они действительно убеждены, вот что... в некой законности своих действий. Это правда. Они... То есть, с одной стороны, понятно, что есть некое циничное поведение, уже никто, так сказать, никем не притворяется. Да, мы используем закон, Максим, я согласен, это есть некоторая реплика, там, пролетарская законность 2.0, да? Ну да, да. Вот такая. Революционная законность 2.0. То есть, вы имеете в виду, что не придраться... То есть, как бы, как придраться можно с традиционно западной точки зрения. В этом смысле легко придраться, потому что, ну, правоприменение, как бы, совсем несправедливое, неравное. Да, но вас пошлют обратно в суд, и по этому же кругу, как посылали во время выборов. Да, да, как Путин говорит, не нравится, обращайтесь в суды, вот, пожалуйста, вот и, господа европейцы, смотрите. Не нравится выборы, судитесь. Я скорее согласен с тем, что они в последнее время очень откровенно демонстрируют, что действительно пользуются, что вот эта так называемая диктатура закона, вот она, посмотрите, она состоит в том, что мы можем взять человека, который во время митинга на Болотный был там на площади революции, значит, и он у нас сидит. Надо думать, на какую площадь выходить, площадь революции. Да, и пойди доказывай. В смысле, в этом смысле, да, что они, как бы, показывают вот эту готовность, ну, это скорее такое, как бы, ну, как, это демонстрация силы, да. Ну, реактивное такое законотворчество. Ну, да, так что, в общем, поговорим, неизвестно у нас это диктатура. Это к тому, что, ответ на вопрос к тому, что расширение этой практики, в общем, имея такой отлаженный инструмент, практически неизбежно до тех пор, пока не будет поставлено какое-то препятствие. А этим препятствием, это препятствие уже нельзя поставить в рамках той же законности. Ее можно поставить только в рамках некоторого политического действия. Ну, да, вот... Ну, да, я согласен, я согласен... Препятствия, это очень интересно, нам надо будет потом вернуться. С Вадимом, да, что создана некая абсолютно закрытая самодостаточная легальная система, да, похожая на советское правосудие, на советскую законность, которая сама по себе такая роскошная машина, едет на собственном пару и под которую, собственно, все мы так или иначе можем попасть. В общем, мы будем говорить непонятно о диктатуре закона или о законе диктатура. Ну, что ж, после перерыва поговорим уже, собственно, о нашей нынешней теме, о том, чем занимаются наши суды. Добрый вечер, программа «Археология» снова с вами. Это обсуждение сегодня у нас идет о судах. Говорим мы о суде, кто человек перед лицом российской Фемиды. В гостях у нас, кроме моего постоянного соавтора Максима Трудолюбова, Вадим Волков и Элла Паньях из Европейского университета Санкт-Петербурга и обозреватель ведомости Павел Аптекарь. Ну, вот поговорили мы, собственно, о такой гигантской машине российского правосудия, которая сейчас уже полностью отстроена к 2012 году. Сейчас она, в нее запущен вот этот вот механизм сырой вот новых законов. Сейчас она их, видимо, начнет применять. Давайте поговорим, как она их начнет применять. И здесь, конечно, встает вопрос о судах. Роль суда. Какую роль играют суды в нынешней российской правоохранительной системе? Что это? Некий такой механизм, некая прокладка между гражданами и государством? Или между самими гражданами? Или это вот, ну, в сталинской логике некий очередной приводной ремень вот в этой вот вертикали власти? Напомню, наш телефон эфирный 6510996. Звоните нам и выскажитесь сами по поводу российских судов. Доверяете ли вы российским судам? 6510996. Код Москвы 495. Вадим. Ну, можно начать с того, что российские суды исполняют две функции. Первая функция это та, которая обусловлена нынешней моделью уголовного процесса. То есть, они не более чем проверочная инстанция для работы инстанций, которые занимаются уголовным делом до нее. Двух инстанций это следствие и прокуратура. То есть, фактически, все решения приняты на уровне обвинительного заключения, который выходит из следствия и утверждается прокурором. А по статистике, ну, мы ее знаем, это где-то по разным подсчетам, может быть, 0,6-0,8 оправдательных приговоров, а судья фактически проверяет действие... 0,6-0,8 процента. Процента. А судья фактически проверяет качество работы нескольких специалистов до него, причем которые имеют возможность, так сказать, если что, ответить судье тем же, если он признает это качество плохим. Вот, соответственно, власть суда и независимость суда крайне мала. Это советская модель. В СССР такой же процент был оправдательных приговоров? В СССР, ну, у нас нет статистики, наверное, за все годы, послевоенный, в 49-й год был аж, по-моему, 15-15 процентов, если я не ошибаюсь, было оправдательных приговоров. Он был выше, как в Европе сегодня. В СССР начали падать, начал падать процент оправдательных приговоров, прошу прощения, когда партия после периода репрессии пришла к выводу, что пора взять суды под партийный контроль, чтобы они так больше не хулиганили, и начала их оценивать по статистическим показателям их работы. Ну, или когда в суды пришли тоже профессионалы с юридическим образованием, которые, так сказать, мыслили себя... Это не народные судьи, да, которые, в принципе, не отождествляли себя с юридической профессией или с юридической корпорацией, в которую входят, допустим, другие юристы, как-то следователи или прокуроры. А народные судьи просто вот по недостатку социализации в этой профессии могли себе позволить больше независимости, чем судьи с профессиональным юридическим образованием. Ну, по крайней мере... Да разве? Ведь в народе их называли кивалы. Это народные заседатели. А, вы имеете в виду кезасеватели, судьи, судьи имеете в виду, народные судья, да. Да. Ну, по крайней мере, так получается по статистике, что это, конечно, такая очень условная корреляция с ростом специального юридического образования у судей падает доля оправдательных приговоров у подсудимых. И вторая функция, чтобы не потерять суда, это легитимация решений, которые принимает политическое руководство. Потому что одно дело как бы административный произвол, а другое дело решение суда. А решение суда, оно как бы обладает некоторой легитимирующей силы, поскольку апеллирует к закону. То есть получается фактически классическая марксистская схема, суд как некая надстройка, как оправдание правящего режима. Еще можно вспомнить тоже поговорку советского времени, суд независимый подчиняется только обкому. Ну, то есть это часть государственного механизма. Часть правоохранительной системы, часть... Он же изначально все это создавалось все-таки вообще-то в карательных целях. То есть задача была бороться с врагами? Сейчас, сейчас... Ну, подождите, давайте все-таки разделим. Суды же у нас есть не только политические, не только процесс Пуссирает, не только процесс по делу следствия, которое идет по делу Болотной, не только дело Ходорковского, Лебедева и прочих. Есть, собственно, огромное количество гражданских, административных судов и так далее. В них арбитражные суды, в них все-таки другая картина. Давайте еще раз хочу объявить наш телефон 6510996, код 495. Позвоните нам и скажите, доверяете ли вы российским судам? Потому что, например, в моей практике у меня в жизни, слава богу, было два таких очень небольших суда. В одном я был истцом, в другом я был ответчиком по делу о дефамации и клевете. В обоих случаях суд сработал достаточно профессионально. Я получил компенсацию в одном случае, в другом случае меня оправдали. Я своим судом доволен. Вообще справедливости ради надо сказать, что даже если доверие к судам падает, количество обращений в суд граждан растет. Но это применимо к тем судам, где есть обращение граждан, то есть гражданскому прежде всего судопроизводству, ну и арбитражному судопроизводству. А там, где в суд тебя доставляют в наручниках, собственно, вот к этой части доверие надо мерить отдельно, а у нас не мерят. Ну вообще, ну можно спрашивать, конечно, радиослушателей, но есть социологические данные, но вот они грубые, в том смысле, что они смешивают разные виды судопроизводства. А есть раздельная социология по... Я не видел. Ее практически невозможно сделать, потому что организационно административное гражданское и уголовное судопроизводство это один и тот же суд. Да, когда вы приходите в районный суд, там сидят судьи, которые разбирают все эти виды дел. Но существует специализация. Судьи, которые занимаются уголовным процессом, это судьи, которые занимаются в основном уголовном процессе. Среди них очень высок процент бывших сотрудников силовых структур. Судья вообще, в том числе и судья, которые судят гражданские дела и так далее, это человек, который сейчас ведет себя и мыслят как клерк, как бюрократ, как подчиненный. У него есть начальник, председатель суда. У него есть статистические показатели, по которым его неформально, но оценивают. Его могут вызвать на ковер и поругать. Его могут лишить премии, а это половина дохода. судья нельзя оштрафовать, но его можно премировать, его стабильно премируют каждый месяц, пока он не совершит что-нибудь, за что его премии решат, и тем самым уполовинят его доход. То есть, судья не может вынести приговор, который будет дальше в касационной жалобе, скажем, опровергнут, лишиться премии. Конечно, судья боится обжалований, прокуратура обжалует все. Граждане обжалуют далеко не все, потому что это долгий трудоемкий процесс, требующий грамотности. Человек в этот момент уже в местах заключения плохо. 65, 10, 99,6 доверяете ли вы российским судам? Виталий. Алло. Да, слушаем вас. Вот я хочу сказать, что да, не доверяю, теперь, причем, самое интересное, что не доверяю в большей степени, чем, ну, год назад, что произошло? Потому что у меня конкретное дело, связанное там с осуживанием банковской комиссии, в общем-то, тоже признание незаконное, так вот если до, ну, буквально до выборов, там постепенно шло к тому, что уже банк на мировую согласился, и даже, интересно, что там такую реформу провел облегчение подачи апелляции, то есть положительное вроде бы было, значит, это все прошло, сейчас вот по этому же решению фактически суд принял вдруг полностью отрицательное решение в пользу банка, ну, в общем-то. А чему вы это приписываете? Коррупции, какой-то неожиданный административный ресурс, почему такое резкое изменение в поведении суда? Да я думаю, что тут не прямая коррупция, а просто вот делали председатель суда, все с банками Ну, понятно, понятно. И они даже признал в частности, что сейчас будет в банках. Ясно, ясно, Виталий, спасибо, спасибо. 65, 10, 99, 6, доверяете ли вы российским судам? А вот скажите, друзья, в чем причины вот этой вот зависимости судов? Это что? Прямое телефонное право, это административный ресурс, это корпоративная повязанность судей. Вот, какие главные причины? Это то, что социологи называют бюрократическая подотчетность. Это ситуация, когда судья отчитывается как клерк перед своим начальником, вместо того, чтобы руководствоваться профессиональными стандартами, там, беречь свою репутацию, то, что управляет решениями независимого судья. То есть, вы хотите сказать, хочу уточнить, что вот в этих всех известных приговорах, которые мы считаем неправовыми, нету ни административного прямого давления вот этого телефонного права, ни взятки, а именно вот эта вот боязнь бюрократа выпасть из правил корпорации. Ну, за известные не скажу, хотя, учитывая, что эти люди выносят оправдательный приговор просто ради того, чтобы не повисеть под риском, что прокуратура обжалует, а вдруг вышестоящие инстанции отменят мой приговор, то есть, вот им такого стимула достаточно, чтобы закатать человека в тюрьму, зачем им еще звонить и конкретно распоряжаться, мне кажется, что в большинстве случаев они могут и сами догадаться. Понятно, что существуют какие-то совсем-совсем знаковые процессы, где могут быть политические интересы, где им звонят, но я практически уверена, что они, что они, что они, что называются благодарны, что им звонят и говорят, что конкретно нужно сделать, что не нужно угадывать. Я так понимаю, что это через председателя, через вышестоящих судей это все происходит. Есть еще механизмы, есть еще механизмы кадрового отбора, фильтры, которые, в общем, гарантируют, что человек с большим независимым юридическим опытом и с независимым правосознанием готовы, так сказать, следовать тому, той профессиональной этике, которая подразумевается и в Конституции, и в законе, о статусе судей. Такие люди, как правило, не попадают просто в судебную систему, попадают люди, которые уже воспитаны самой судебной системой на уровне и должности секретарей, помощников, собственно, своими судьями, как начальниками. Вот система экзаменов, система отбора выстроена так, что им гораздо легче туда попасть, как и в общем бывшим сотрудникам прокуратуры. А почему женщины? Почему большинство наших судей женщины? Потому что женщина пойдет в помощники судьи и работать в аппарат суда на низкую зарплату более охотно, чем мужчина, потому что это где-то не более 12-14 тысяч рублей в месяц, а адская работа, и в общем... А зачем они туда идут? Они идут за тем, чтобы стать судьей. И в этом смысле их мотивирует работать за эту низкую зарплату пять лет или больше немного, чтобы получить тот самый юридический стаж, который зачитывается, и покуда они учатся на вечернем, получают юридическое образование. А дальше они понимают, что у них есть, так сказать, преимущество попадания в судебную корпорацию. Часто бывают ситуации, когда у них другие члены семьи работают где-то в правоохранительных органах на уровне родителей или других родственников. И в общем, в действительности мы наблюдаем, что этот рекрутинг он тоже не случайен. То есть у тебя сильная мотивация работать долго, пахать долго на низкой зарплате, обучиться вот этому искусству современного судопроизводства, бюрократическому документальному документообороту, очень важен, составлению документов. Ну и также лояльность председателя суда, который тебя рекомендует. То есть фактически у нас обмен вот этого низкооплачиваемого труда, на лояльность и определенную социализацию и возможность профессиональной мобильности. Вот так работает воспроизводство. Социальный рейт. горы, да? Да, это второй контингент, но это такие более зрелые, но к ним доверие. Дело в том, что по нашему ощущению судей прокуратуры мыслят, это одна профессиональная корпорация, а там оперативники, следователи, то есть милиция, это все-таки другая корпорация. Очень многие учились вместе. Сейчас еще вернемся к этому вопросу. Давайте еще раз послушаем наших слушателей 6510996 Доверяете ли вы российскому суду? И знаете что, давайте еще сделаем смс-голосование. Посмотрим все-таки какая у нас финамовская выборка. Смс на номер 5533 с буквой А. Если вы доверяете российским судам, здесь я еще раз повторю, я не хочу говорить только, исключительно о крупных процессах, о знаковых политических процессах, в том числе о ежедневных процессах, в которые люди все больше и обращаются в суды административные, гражданские, арбитражные и так далее. Итак, 5533 буква А. Доверяю, 5533 буква Б. Не доверяю. Голосование начинается. Так, слушаем наш эфир. Вадим. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим. Москва. Да. Я вот не доверяю суде, но в общей части как бы который касается громких дел. Если которые дела решают мировые судьи, то большая часть они как бы нормально работают. Понятно. И еще одна система, то что до выборов, после выборов когда было в декабре, один чиновник счетной палате выклинул в интернет, там были такие темы, что на реформу судебной системы были выделены деньги. И ни одна копейка не было потрачено на реформу. Было все выписано. Понятно. Ну сейчас уточним у наших гостей. Спасибо, Вадим. Вот это что? Это какое-то такое. Все ушло на премию. но это было громкое дело, когда счетная палата обвинила, по-моему, судебный департамент в том, что деньги, выданные на судебную реформу, были потрачены неким нецелевым образом. Но, насколько я помню, что каких-то правовых последствий от оппозиции счетной палаты не повлекла. не повлекла. Не повлекла. Вспомнить сами Татесы и так далее. Судебный департамент как бы оправдался, это была неловкая ситуация, но в общем эту ситуацию замяли, а дальше она не пошла. А сколько было потрачено на что? С цифрами, по-моему, у нас так... Ну как принято, у нас украли денег, всем неловко, как это голубой воришко Альхин, но в общем-то далеко из идущих последствий это, как правило, не имеет. Слово голубой, говорят, должно быть запрещено. Ой, да, но у нас 16, да, слушайте, да, 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 надо мне. Черт. 65, 10, 99 и 6. Доверяете ли вы российским судам? Евгений. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел сказать, как мы можем доверять, если сама система построена так, что судья как бы сначала проходит проверку изначально, его берут на должность мирового судьи, только то, что нужен человек, потом он должен, я вот точно не могу сказать, но по-моему, 5-10 лет примерно вот сидят они в мировых судьях, чтобы уже дали статус федерального судьи, который уже пожизненно идет, чтобы лишить, это нужно невероятную процедуру, такого очень редко бывает, и по сути с главным как бы председателем суда, у меня были ситуации, когда я как бы договаривался, да, могу сам сказать про это откровенно, что я договаривался с главой города, ну, были отношения какие-то, попросил, вы можете, а они были друзья с председателем суда, там человеку нужно прав, чтобы вернули, он просто говорит председателю суда, председатель говорит ниже мировому, дайте назад, пожалуйста, права, и там, неважно, человек был пьяный, трезвый, наркоман, ему, естественно, возвращают права, потому что система построена так, что, ну, хорошо, она один раз не вернет права, завтра ей скажут, извините, вы на федерального, конечно же, не подходите, судью, и вся система построена так, что даже на мирового, чтобы попасть, вы должны сначала несколько лет отработать помощником судьи, то есть вас будут присматривать много-много лет, вы не сможете обмануть, то есть там, дойти до федерального и вдруг стать честным и высказывать свое мнение. Ну да, вы должны делом доказывать свою лояльность слепую системе. Долго-долго, то есть это невозможно, мне кажется, нужно какое-то вот прям принять штаб, нанять на работу, может быть, каких-то коллег, я не знаю, иностранных, конечно, будет жестоко, но вот, чтобы, может быть, их избирали каким-то вот, как вот мы избираем правительство, вот так же избирали судей, то есть вот человеку доверяют и его берут, потому что, в принципе, и у него был помощник юридический, да, но вот судья был бы какой-нибудь беспредстрастный, потому что... Ну да, со стороны независимых. В футболных судей уже берут иностранных. Ну да, да, вот Павел, Павел напоминает. Статистику, то там чуть ли не 98-99, когда те же там, что мы сталкиваемся ежедневно, гаишники, там вот приговоры, еще что-то, как правило, судьи, ну зачем вам бодаться с одной системой, они всегда выносят то, что написал с постановлением нет оснований не верить там к сотруднику ГАИ или к сотруднику МВД, ну нет оснований, но действительно... Или по болотному и по тому же делу, да. Ну, здесь, по сути, мне кажется, выход вот как, знаете, как в органы ГИБДД набрать там на 10 лет каких-то, не знаю там, честных англичан или немцев, вот набрать их на большую зарплату, они поработают и потом оставят между себя след вот кого они уже из русских выбрали и пойдет все хорошо. Но вы знаете, мне кажется, мы сами, может быть, не захотим, потому что есть вариант, когда охота договориться, многие корпорации крупные договариваются, многие предприниматели пытаются договориться, вот вся система повернута на том, что мы и сами пытаемся договориться всегда, если есть возможность, а если нет, то подойдем. Спасибо, Евгений, отличный звонок, отличное свидетельство. 65, 10, 99, 6, доверяете ли вы российским судам? И также голосование, смс 5533. А. Доверяю, Б. Не доверяю. Ну, слушайте, вот то, что нам Евгений сейчас рассказал, а где разомкнуть это? То есть я понимаю, что сейчас нету действительно каких-то таких злых логик отдельных судей. Вот демонизирует у нас вот судья Иванова, вот скажем, страшные такие люди, или там Данилкин, судья вот такие вот. То есть не то, что какие-то злые люди, это настолько вся система настолько порочна и коррумпирована, что непонятно, где разомкнуть этот круг. Павел. Вы знаете, я очень, к сожалению, печальную тенденцию наблюдаю с нашими высшими судами именно вот даже последние где-то буквально полгода. Потому что то, что всегда наши суды низшей инстанции были немилосердны и жестоки. Ну, вот суды Верховные и Конституционные часто пытались как-то их направить и на какую-то их деятельность в более гуманное русло разъяснить им, что так делать ну, перестаньте, так вот нельзя. Ну, давайте как... То есть могли, по крайней мере, позволить себе некоторые гуманные такие жесты. И там я знаю нескольких судей Верховного суда, ну, причем вот в деле Алексея Козлова там же был совершенно недвусмысленный сигнал. Это беззаконие. Вы этот приговор должен быть отменен, а человек освобожен. Его же освободили, да, на какое-то время. Вот. Ну, вот последнее значит, решение и Пленуму Верховного суда, когда значит, они разрешили полиции действовать как угодно при разгоне митинга. Да, да, да. Вот. 27 сентября, да. Вот. И написали отзыв, что Верховный суд не возражает против вот этих поправок, касающихся госизмены. Меня это вергло в глубочайший пессимизм, честно говоря. Поправки, да, поправки совершенно чудовищные, может быть, не все их даже заметили, потому что, например, вот теперь фактите, ничем не отвечают при разгоне митингов, при проведении спецмероприятий ОМОНовцы. Даже если они нарушают ведомственные правила применения спецсредств, но при этом они предотвратили какие-то негативные последствия тяжелые, то они, значит, не несут это не преступление и даже там не какая-то гражданская ответственность. Это, друзья, это что такое? Вам могут сломать руку, вам могут пробить голову, вас могут избить. Вам ничего, фактически это как бы, так сказать, каждому вручили по бутылке шампанского вручили. Да, вот осталось только бутылку шампанского как спецсредство. И дай бог, не дай бог ответственность. Вадим. Ну, вернемся чуть назад, то есть не надо питать иллюзий. Судебная реформа возможна, но она возможна только после политической реформы или смены политической власти, потому что на это нужна действительно политическая воля. У нас, да, как у экспертов, у нас есть долг экспертов, мы в принципе можем сказать, как провести эту реформу, как разомкнуть. Да, Вадим, а скажите, у нас осталось пять минут, давайте представим, что политическая воля у нас уже в кармале. Отлично, политическая воля в кармале, дальше следующий шаг, меняется председатель Верховного суда, тут же, дальше меняются еще несколько председателей ключевых судов, может быть, Мосгорсуда. Дальше начинается реформа, она важна только сверху. Мы меняем институт председателей, вводим выборность председателей составом суда на три года, потом перевыборы, то есть мы демонтируем вот эту административную председательскую вертикаль, переформулируем полномочия председателей суда, так что они уже не могут так распределять премии, не могут распределять дела. Это тоже важный рычаг. мы меняем полномочия прокуратуры по обжалованию дел, мы меняем политику обжалования в вышестоящих судах, у нас мало времени, но можно было бы в подробностях сказать, как это делается. Мы устраняем несколько неформальных инстанций в процессе назначения судей, например, вот некую кадровую комиссию при верховном суде. А выбранные у нас только председатели? Да, судей мы пока не выбираем, но судей выбирают органы судейского сообщества, квалификационная коллегия. Сейчас на самом деле квалификационная коллегия полностью подменена председателями суда, а также кадровой комиссии при верховном суде, а также соответствующей комиссии в администрации президента. Вот реальные инстанции, которые назначают судей. Они не законны. законны только квалификационные коллегии, достаточно привести практику назначения судей в соответствии с законом о статусе судей, для того, чтобы это все заработало по-другому. То есть, как бы, вот ту часть, которую вы, по крайней мере, описали, ее можно привести без больших изменений в законодательстве? Ну, с определенными, точно, определенные изменения нужны, то есть, с точки зрения судей, это будут очень большие изменения, на самом деле. И с точки зрения прокуратуры, тоже очень большие изменения. Потом нужно что-то делать с нагрузкой судей, потому что частично вот работа, такая работа судей, и их уязвимость вызвана их дикой перегрузкой. Человек не может быть независимым, проявлять свою волю и компетентность, когда у него есть поток дел. 13 миллионов гражданских дел в 10-м году. И когда он там 20 или 30 дел в неделю должен разрешать, когда у него там 40-50 минут на одно дело, от и до, включая проведение заседания, вот, для этого нужно просто довольно простые меры по поводу упрощения изготовления мотивировочной части приговора, которые не нужно изготавливать, кроме как по требованию сторон, нужно вот, нужно повысить оплату вспомогательного персонала. Это тоже и помощников, и секретарей судебного заседания, так, чтобы они действительно, и дать им определенные большие полномочия по изготовлению процессуальных документов, чтобы разгрузить судей, так как они разгружены в цивилизованных странах. Там аппарат судей гораздо более профессиональный и значимый. И тогда может быть вот эта вот, так сказать, связка между, это же системная получается тогда реформа, связка между вот этой кадровой траекторией, траекторией попадания в суде работы аппарата, она просто ослабнет тоже. И другой политикой рекрутинга, и другими кадрами, если они будут по-другому работать в аппарате. Ну, в общем, да, здесь... Как говорил Александр II, милость и правда пусть тарстуют в судах. А как открывая здание московского окружного суда? Да, я думаю, Александра II с его судебной реформой вполне здесь хорошо было вспомнить. А хотя бы поместите прокуратуру и суды в различные здания, если ничего вот этого нельзя сделать. Как минимум. Да, тут, знаете, вспоминается тот самый слесарь, который сел по 558 статье из анекдотов советских 30-х, 40-х годов, который, так сказать, пришел там, посмотрел за 40-канализацией и сказал, тут всю систему менять надо. Вот, так что вот он мне тоже вспоминается, когда мы говорим о судебной реформе. Ну что ж, такая сегодня невеселая достаточно вышла разговор. И наши слушатели, собственно, подтверждают, 98% не доверяют российским судам, 2%, извините, наоборот, 92% не доверяют, 8% доверяют. Вот такое вот соотношение слушателей Финам.фм. Я благодарю за участие в этом эфире наших гостей из Санкт-Петербурга Европейского университета. Это Элла Паньяха и Вадим Волков, обозреватель газеты ведомости Павел Аптекарь, моего соведущего Максима Трудолюбова. Это была программа «Археология» за пультом Александр Лисунов, продюсер программы Диана Турбовская. Доброй ночи и удачи!